Давай, я записываю Коленями на стол записывай Помедленнее, пожалуйста, я записываю Значит так, ребят, смотрите Кто у нас самый строгий критик игрел? Мист Форм Вот он А если говорить более абстрактно? Мист Форм Я знаю, к чему ты Тот, кто критикует сам себя Самый строгий критик Это ты сам Для своего рассказа Потому что ты сам Четко знаешь все свои недостатки От себя невозможно Ничего скрыть Я была уверена, что это мои достоинства А на грелке мне объяснили Что это мои недостатки Итак Представляю вашему вниманию Отзывы на грелочные рассказы Написанные и контролирующие Спасибо Я ж уплачела Когда я научусь писать Диалоги примерно так же Это будет один из счастливейших дней В моей жизни как автора Очень смеялась Тверсть Сообщества настоящих живых мертвых поэтов Она же со авторки писала. Возможно, со авторки писал диалоги. Кстати, да. Не знаю, чего комментаторы не нашли там ни темы, ни фантастики. Я нашла и то, и другое. Хороший раскрас, мне понравился. Отличный раскрас. Я очень разбираюсь в истории Вильмании. Но мне показалось, что отлично достоверно. Что он по-другому ходит? Да, да, да. Не будем показывать пальцы. Сказала она, показывай пальцы. Я немножко замечаю. Мне зашло почти. Как-то совсем фантастики не видно. Если примять это, что главный герой просто скатил, то фантастики вообще нет. Досасказ нагнетается. А вот игровая тематика радует. Мне понравилось. Абсолютно честно. Для тех, кто поймёт. Толкая радость. Прикольная штука-то. Видишь, ты живые. И написано изрядно. Одно непонятное, кто же похалкивает. Тема странная, сильная, боковая бы есть. Подыма в последних повторений. А это его был рассказ «Подыма». «Спасибо за рассказ. Автор мне очень легло на душу. Без моря молока, без скелет моего внутреннего читателя. И пухом моё дрожит. Не смотрит на меня, это не я. Абсолютно бурдерка малыша. Галимая политота. Галимая политота. И вот рассказ с непроизносимым названием. Леонардо Ди Каприо. Витар Местор Натуральности. Ну ладно. Что? Я картинку нарисовал, я ничего не писал. Учитесь у лучших. Например, у меня. Я поставил для начала рассказы фразы веганы федорасы и редких рейдов. Давай я тебя сниму как раз сейчас. Прелакайся, Радиса. Магия. Старался, читал комментарии. Вот это хорошо. Но есть нюансы. Тут, конечно, надо сказать о чудности. Это параллельная вселенная. Вот если бы сладиться у другого Хоста рассказать, наверное, поярче было. Просто слишком много приходится задумывать. И баланс этот на русах. А на уровне внутреннего восприятия весьма. Да. Александр, это вот тот, кто рождает Бог. Не знаю, не хочу это брать. Не мое это. Сбилось настроение на сцене, в туалете. И с этого момента будто постоянно как-то не так. Везде стоят акценты. Везде какие-то легкие недоверия. Ну, играет мало, хотя должен. Слушка, что с горохом. Не проникся. Не успел пропитаться составляющими, чтобы рассказ собирал у меня. Чтобы это молдиться. Ну, а он не мог тебя взять в топ. Конечно, он так писал. Солом, неплохая фантастика. Подробно все описано. Даже тема раскрыта. На поле прекрасного мира, такой прекрасный стиль предложения дико поет. Диалоги не стали пронимают. На героях. Рэйвен Сторм. Оранжевый дождь. Последняя. Я ее снимаю. Не хотел сегодня ничего читать. Не хотел сегодня ничего читать. Но обсуждение спровансировало. И, блин, это пять баллов просто. У тебя и секс, и вертолеты. И даже одноногие андроиды. Я тоже в тебе не сидел. Я буду однодолжен брендами, по-моему. Но, по-моему, это писала все-таки девочка. Еж. Еж. Еж.